Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самарской губернии с руководителями городских и областных министерств и ведомств, региональными предпринимателями и политиками. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Кто из жителей Куйбышева участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года? Как сохранить память об участниках первого Парада Победы? Кто примет участие в Параде Победы 24 июня 2020 года на площади имени Куйбышева в Самаре? В нашей студии Галина Ефимовна Козловская, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор и Александр Иванович Репенецкий, проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор исторических наук, профессор. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Галина Ефимовна, Александр Иванович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Уважаемые гости, мы привыкли к параду 9 мая, который проходит в День Победы традиционно очень давно. Но вот с точки зрения вас, как специалистов в данном случае, почему так важен именно парад 24 июня? В чем его значение для страны в целом, ну и для Самарской губернии в том числе, для Куйбышской области тогда? Ну, его значение, наверное, даже не только для страны и губернии, для всего мира очень высоко, правильно и значимо. Поскольку это был парад победителей, он поставил точку в Великой Отечественной войне. Еще не во Второй мировой, а в Великой Отечественной войне. И мне кажется, что вы вот сказали, мы к 9 мая привыкли, 9 мая параду, а к этому не привыкли. Это не значит, что мы о нем забыли. Мы в принципе, вот сейчас вы начали с кадра кинохроники, был создан большой фильм о параде, и в свое время его показывали во всех кинотеатрах страны тогда, и люди шли и смотрели его. И мы знаем очень многие сюжеты вот из этого фильма, они нам знакомы, близки, их использовали. Но, может быть, просто с каждой новой датой, особенно юбилейной датой, переосмысливается значение многих событий. Событий в ходе истории, в том числе и Великой Отечественной войны. И, наверное, мы поняли, что и парад победы, ну, с одной стороны, к этому и ситуация с пандемией, конечно, нас, наверное, заставила, может быть, об этом задуматься. Но мы поняли, что парад победы был той высшей точкой, кульминацией, который показал, и который был очень важен для людей, которые живут в этой стране. Для наших, советских тогда людей, для победителей самих. Потому что он показал и силу, и мощь, и он как бы всем поставил точку. Вот она, вот он, парад победы. Вот мы завершили, мы освободили свою страну, мы освободили пол Европы. Вот мы завершили. И мне кажется, вот это переосмысление нам на каждом новом этапе. И вот 75 лет прошло параду, и мы его задумаемся над ним по-новому, мы осмыслим по-новому. Мы еще раз обратимся к страницам истории этого парада. И, наверное, с каждым новым поколением, а сейчас новое поколение современной России, школьники, дети, студенты, они по-своему увидят, поймут, прочувствуют парад. Может быть, так же, как это было с Бессмертным полком. Ведь это тоже было очень важно, и через это шло, вот, и в данном случае через парад, его понимание, молодежи может приходить, будет осмысление себя как наследников победителей. Александр Иванович, вот вы что можете дополнить? Вот я полностью соглашусь с Галиной Фимовной, что это действительно была точка. Когда мы говорим о параде победителей, все-таки это третий парад. Первый парад победителей состоялся 5 мая в Берлине. У Бранденбургских ворот прошли части, которые штурмовали Рейхстаг, штурмовали Берлин. Седьмого по инициативе Жукова состоялся второй парад, где прошли уже союзники тем же самым путем по центру Берлина. И вот не хватало кульминации, не хватало парада для советского народа. Вот возвращались победители. Их масса хроники, цветы, их качают, их обнимают. Но вот официально, чтобы Родина сказала, да, мы победили, а вы победители, вот этого не было. И опять же заслуга нашего руководителя Сталина, ведь это он сказал 15 мая, что мы должны провести парад. Парад победителей. А дальше посмотрите, как развиваются события. Военачальники говорят, да, через два месяца. Он говорит, через месяц. А 22-го июня уже выходит приказ о том, что 24-го проходит парад. То есть и тут сжатые сроки. Его, конечно, готовили, сильно готовили. Но вот была действительно поставлена точка в этой великой эпопее. Вот именно парадом победителей. А как вы считаете, вот сакральный смысл в чем там был? Там ведь было очень много, знаете, на мой взгляд, сейчас как бы мы любим искать второе, третье дно во всем. Там было очень много таких, знаете, тайных посланий, может быть, даже миру, не всем заметных, но которые кому надо, все читали. Вот вы можете сейчас сказать? Ну, например, бросание знамен фашистов не просто на брусчатку. А на помост. А на помост, да. Вот в чем смысл-то был, на ваш взгляд? Во-первых, было сразу решено, что знамена врага, они будут повержены позору. Именно позору повержены. 900 знамен и штандартов привозят. Да, захвачены. Ну, это, конечно, 900, это невозможно. 200 отбираются. Ну, вот, говоря, что штандарт Адольфа Гитлера личный был привезен, да. Даже так. Да, нашли его. И был сооружен специальный помост. И вот после того, как прошли части... Даже в перчатках не сли. Да, да. Вот части проходят. Это же очень важная деталь. Деталь важна. И барабанные дроби. И площадь вся замирает. Люди не знали, что будет за этим. Все ждали, техника, может быть, пойдет. Может быть, генералиссимус скажет речь. А вышла вот эта вот знаменная рота, которая несла. Это знамена совсем не так, как их носят на параде. А вот концы знамен, они волочились по площади. Они волочились. Это позор для знамени. И они все шли к специальному помосту, чтобы знамена не оскверняли Красную площадь. И несли, вот Галина Федоровича сказала, в белых перчатках, чтобы не брать эту мразь в руки. Не марать рук. Не марать рук, да. И вот бросание на помост этот, это, конечно, кульминация парада. И вот, как вы правильно сказали, это сакральный смысл. Фашист повержен. Повержен окончательно. И символы его повержены. И победитель на белом коне. Да. И победитель на белом коне. И этот вирус мы, скажем так, получается там же, если я правильно помню, потом помост сожгли. Вместе с перчатками. И перчатки, которые, они потом тоже были сожжены. То есть, чтобы и следа не осталось. Да, да, да. Чтобы вот эта мерзость была уничтожена. И вот это как раз, собственно говоря, и нужно рассказывать, на мой взгляд. Вот эти тайные, может быть, и интересные смыслы, которые, ну, заставляют вообще по-иному взглянуть на этот парад и вообще на все это мероприятие. А, кстати, вот вопрос к вам тогда, как к историкам. Вы как считаете, вот процессы исторические, они вообще предопределены? Есть такое слово «детерминизм». Вот то, что мы сейчас вернулись к этому параду, его вспомнили, это было предопределено? Вот как вы думаете, что мы сейчас его вспоминаем, вся страна его вспоминает? Вот как ваше мнение на эту тему? Ну, я не знаю, наверное, определенные исторические события, они как-то снова возникают, обозначаются в истории. Понимаете, снова всплывают в истории с каким-то более, может быть, современным, более даже неоднозначным таким, как раньше, значением. Это с одной стороны, да? Но с другой стороны, мы никогда, собственно, и не забывали. Вот сейчас часто говорят, как активизировалась работа. Да у нас всегда шла работа по сохранению памяти, по восстановлению имен. Мы очень многое делали, именно дети в школах, именно исследователи в вузах, молодые исследователи, для того, чтобы сохранить, восстановить, ну, и крупные институты, конечно, чтобы сохранить, восстановить историю. И я не думаю, что, ну, не было осмыслено значение парада, вот, в целом. Нет, историками, да, а в обществе, вот, что общество вспомнило, ведь, как бы, ну, молодежь, я думаю, до вот этого события, к сожалению, далеко не каждый школьник, наверное, помнил, вот, о том, что именно 24 июня, именно 45-й год, именно первый парад. Но вы знаете, а у нас в 74-м году первый музей участников парада Победы был создан в городе, в 120-й школе. Это же, это же, это же говорит о том, что значит это не сегодня. Но это 74-й год? Да, это в 74-м. Это Советский Союз, это когда еще живы участники? Да, это правильно, тогда было много живых участников, и воспринималось все очень иное, они трогали эти ордена, медали, это расспрашивала молодежь. Значение ветерана, оно вот было именно таким, что это сильные, красивые люди, все в медалях, все в орденах, и ребята подходили, расспрашивали, и очень много играли же в войну, если вы помните мальчишки. Вот, поэтому с этой точки зрения, и тогда, вот я себя студентой помню, мы шли и восстанавливали путь героя Советского Союза Петра Ганюшина, который заканчивал педагогический наш вуз, и нашли его могилу при форсировании Днепра, вот, в Каневе. И это было такое, знаете, не броское, не яркое, но это было очень серьезное патриотическое воспитание, потому что пройти вот путь в мирное время, но дорогами войны... Реальными. Да, и ты понимаешь, какой героизм было идти в те холодные там сырые годы, тащить на себе оружие, двигаться, а еще и воевать, стрелять. Да, конечно. Да, конечно. 9 мая парад победы, 8 мая там проходят торжественные мероприятия в Европе, в Америке, всегда это проходит, да, победа, она победа одна на всех, победа одна от фашистской Германии, но кто победители в этой победе? Ох, это вопрос, который сейчас очень... Да, осмотрилась борьба. Америка же совершенно конкретно говорит, что победили фашизм Соединенные Штаты Америки, Англии при помощи Франции. А мы где? Мы, получается, там где-то, ну, где-то сражались, что-то делали, и вот тут парад победителей, не победы, победы-то везде, а победителей, он должен сыграть очень важную роль именно в показе роли Советского Союза, роли советского народа, солдат. И Россия как право мира. И Россия как притенится. Поэтому здесь, конечно, его, ну, просто необходимо было провести. Я, кстати, вспомнил, вот это исторический анекдот или это на самом деле факт? Когда подписывался акт о капитуляции, говорят, что представитель гитлеровской Германии, увидев представителя Франции, задал вопрос, а что они тоже нас победили, говорят. Да, да, это... Это факт был. Да, есть такой факт был. В документах есть, да. Да, он в дневниках зафиксирован, да. Потому что если читать документы, то там как раз отношение было несколько другое. Они-то понимали, кто их на самом деле разбил. Они поняли. Так и сейчас правительство заявило, что и в развязывании войны виновата Германия, и Советский Союз внес самый большой вклад в разгром фашистской Германии. С этой точки зрения все нормально. Это наши бывшие союзники. Да, здесь, мне кажется, тоже очень важно. Нельзя и нам перегибать вот... Безусловно, безусловно. Потому что все честные умы, все справедливые люди в Европе, да и во всем мире боролись против фашизма. Вот мы готовили с Александром Ивановичем конференцию. Первый раз хотели осветить на Тихоокеанском фуэнте войну. Там тоже шла большая борьба. Конечно. Там тоже в странах, на островах создавались концентрационные лагеря, понимаете. И с этой точки зрения мы вообще еще эту часть не изучили по многому истории. Нам тут надо кооперироваться и с специалистами из многих стран и так далее. И в данном случае здесь нам не надо умалять значение тех других стран, которые... Безусловно. Вот это совершенно точно справедливо надо относиться. Но свое как бы... Отдавать тоже нельзя. Ни в коем случае. Вот если говорить об этом, Галина Ефимовна, вы координатор федерального проекта «Новая школа». Вот у современных школьников как сохранить память о реальных исторических событиях на сегодняшний день? Что нужно делать? Ну, давайте начнем с того, что, конечно, память, особенно больше всего в семье, должна сохраняться. Должны помниться родители, должны передавать это. И вот эта часть, и она через, опять я скажу, бессмертный полк показывает, что есть эта роль в семье, и семья от этой роли не отказывается и несет эту традицию. Потому что в каждой семье у нас есть свой герой войны. Конечно. Понимаете? Либо герой труда, либо герой фронта. Да. Ну, особенно для Самары. У нас же дети стояли у станков. Вот Александр Иванович очень много занимался этими вопросами, и он прекрасно рассказывает всегда об этом. Но я хочу сказать, что и в школе есть система. Вот у нас даже в этом году введен курс краеведения «История Самарского края». Но всегда учителя истории, да и не только истории, это и в системе воспитательных мероприятий, мы всегда уделяли этому большому вниманию. Вот я в этом году участвовала в феврале 23-го в открытии парты героя Дмитрия Колосова в серии «Русская Барковка». Это, насколько я помню, участник того самого? Совершенно верно. Это учаил парад. Да, генерал-майор Колосов, ну, он завершил генералом-майором, но он участник парада 45-го года, 24-го июня. Дети там эти, как они готовились, всю биографию, они пригласили, уже, конечно, больше женщины пожилые, дружинцы тыла, но все это было, и готовились они очень искренне. А вот, кстати, вы когда наблюдаете за этим процессом, дети с интересом работают над новыми школьными музеями? Потому что вы рассказали о 120-й школе, которая когда-то сделал вот этот уникальный, абсолютно уникальный проект «Музей участников парада 45-го года». Вот в 1974 году они начали тогда эту работу, мне кажется, тогда еще там участвовал наш сегодняшний Александр Борисович Стисов в этой работе. Вице-губернатор. Да, вице-губернатор. И сейчас уже 191 имя участника парада. Ну, и историки же занимаются. Историки занимаются, безусловно. Елена Ленарна Хромкова, она очень скрупулезно занимается биографиями героев Советского Союза, нашими земляками, и вот участниками парада. У ней много статей, посвященных и поисковой работе, и их биографии. Ну, достаточно сказать, что и Нина Петровна Хромкова, и Лена Ленарна работают в Самарском государственном старом педагогическом университете. Вот только за вот эти несколько последних лет восемь героев Советского Союза, учащихся нашего университета, они нашли, о которых мы не знали. Трем уже поставлена мемориальная доска, и остальным мы тоже готовим мемориальные доски. Это же тоже патриотическое воспитание. А вот юбилейный год, вы знаете, он, наверное, особенно важен еще с точки зрения, что мы не все мероприятия уже делаем парадными. Конечно. Очень много именно системной вот этой работы, она такая, как бы, еще раз осматривается. Мне очень важно, чтобы в этом году восстановили все могилы, за ними ухаживают, все памятники привели. Восстановили все могилы? Да, привели в порядок. Это, пожалуй, может быть, даже самое важное. Я и говорю, что это гораздо важнее, может быть, каких-то парадных, таких больших, ну, скажем так, праздничных мероприятий, да? Конечно. Вот. Очень много мемориальных досок открыли героям. Мы, например, участники парада, у нас в сквере Победы там есть доска, где все имена участников парада Победы занесены. Ну, теперь еще нашли нового, надо добавлять туда это. И это все процесс постоянный. Этот процесс важен именно не как вот к какому-то событию конкретному, а важно, чтобы это всегда было. Уважаемые гости, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим нашу беседу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Да. Слушаем Василина. У меня такой вопрос. Мой сын учится в восьмом классе, и ему очень интересна тема поисковой работы. Куда можно записаться в поисковый отряд? Поисковые отряды у нас есть, ну, мы сказали уже в 120-й школе. При многих центрах детского творчества есть поисковые отряды. При вузах у нас, при студии, в вузах есть у нас поисковые. То есть школьник может прийти в вуз и начать участвовать в работе? Надо понять, в какой школе учится ребенок, и мы, конечно, дадим совет, куда ему пойти. Это очень интересная работа. Она очень объединяет ребят, а там они приобретают друзей на всю жизнь. Другие навыки, вообще другие взгляды на жизнь. Да. Вот если говорить об этом, я сейчас, знаете, давайте так сделаем. Посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу, потому что я хочу поговорить о современности. Знаменная группа выходит под звуки марша «Священная война» в масках и белых парадных перчатках. Они обработаны антисептиком. Соблюдение санитарных норм не просто требование Роспотребнадзора. Это воинская дисциплина, цель которой исключить возможность рисков для всех участников парада. Товарищ гвардии, генерал-лейтенант, войска Самарского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне освоены. Это уже вторая по счету репетиция парада, которая пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Она состоялась на Кряжском аэродроме и из-за противоэпидемических мер доступ СМИ был ограничен. Это кадры пресс-службы. Во время первой репетиции военнослужащие и силовики отработали прохождение пеших расчетов, а сегодняшняя тренировка совместная – пеших и механизированных колонн. Водители и медики отработали слаженность действий в Управлении военной техники в парадном строю. Для синхронных действий требуется умение поддерживать определенную скорость движения и выполнить различные маневры и при этом не нарушать единого строя. В день парада по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр СПН», БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские орудия 2С-19 МСТА-С, зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Чтобы не повредить асфальт, на площади Куйбышева и прилегающих к ней улицах всю гусеничную боевую технику оборудуют специальным комплексом гусеничных лент с асфальтоходными башмаками. Итак, уважаемые гости, парад состоится, несмотря ни на что. Вот вы как считаете, насколько его можно назвать вообще преемником того парада? И вот давайте сравним, может быть. Ну, то, что его преемником назвать можно вполне обоснованно. Это однозначно, потому что действительно Самара здесь ведь выступила одним из инициаторов возрождения парада памяти, связанной с парадом 7 ноября 1941 года. И сейчас вот парад победителей, безусловно, в то время ведь в Куйбышеве не проходил никакие, скажем, торжественные мероприятия, но весь город сидел у переемников. Транслировалось, парад транслировался на улице, слушали его в домах у приемников, потом кадры показывали, потом, как сказала Галина Фимовна, фильм был. И все прочувствовали вот эту победу. И сейчас посмотрите, вот ведь те же самые студенты говорят, а как же мы не будем участвовать? А почему же вот мы не пройдем? Тут армейцы, да. То есть они хотят участвовать в этом, они это воспринимают как свое, как родное, как действительно продолжение вот этих великих традиций. Поэтому я думаю, что можно с полным основанием сказать, что это продолжение вот этого парада, и он, я думаю, пройдет на самом высоком уровне. Ну, а мальчишкам еще интересно, какая техника будет. Им все это всегда, поэтому потом будет выставлена техника, специально будет заранее, для того, чтобы они, как всегда, могли посмотреть, залезть внутрь. Это все будет. Как вы считаете, вот научить этот парад нас чему должен, который пройдет? Вот что мы должны вспомнить на этом этапе? Ну, во-первых, наверное, Александр Иванович, просто даже узнать историю парада. Это первое, самое простое, вот мне кажется. Да, безусловно. Вот этот парад, он нас снова возвращает к вот этим, в общем-то, страшным страницам войны, когда, вообще, ведь война Великой Отечественной, она отличается от всех остальных войн тем, что встал вопрос, или мы существуем как государство, и как нация, или нас не будет. Но в отличие от всех предыдущих войн, когда, условно говоря, шел Наполеон, который просто хотел поменять руководство страны. Руководство страны, захватить какую-то территорию и так далее, здесь вопрос о существовании шел. И вот понимание этого, этому и должен служить парад. И понимание того, что вот это вот страшное фашистское зверье было разбито прежде всего советской армией, прежде всего советским народом, что каждый, каждый человек вкладывал свои силы в победу. Ведь все для фронта, все для победы, это не просто лозунг, это девиз, под которым жило все население. Да, и, безусловно, здесь, опять же, будет подчеркнут и подвиг Самары, подвиг куйбышевцев, которые неоценимый вклад в победу внесли. Для меня кажется... Вы знаете, две даты очень близко. Это дата начала войны, 22-й, и парад победы, 24-й. Вот эти две даты в истории, они очень близко, и в этом есть тоже какой-то, знаете, своеобразный, или так сакральный, что ли, смысл. Безусловно, 22-й июня. Поэтому здесь, мне кажется, важно. И важно еще, знаете, что многие, конечно, участники сейчас уже не смогут пройти, ясно, хорошо бы они посмотрели по телевизору, или мы смогли бы их привезти кого-то на трибуны, да, это очень важно для нас. Ведь у нас сегодня юноармейцы проводят парады перед героями войны, даже во дворе их дома участвуют, они хотят отдать вот эту дань. Но какие-то символы мы тоже должны. И вот на этом параде в Самаре будет шашка генерал-майора Голосова. Он с ней участвовал на параде победы. И сейчас уже сделали все согласования, разрешения, что это оружие боевое будет вынесено и пройдет по площади на параде. А кто его пронесет? Кому такая честь досталась? Я, к сожалению, не являюсь организатором, мы узнаем, наверное, это тоже важно. В день... Это чрезвычайно важно. В день парада должны же быть тайны, да, к параду. Как были большие и серьезные, ну, скажем так, тайны в самом параде победы. Они же тоже были. И нельзя всегда все рассказывать заранее. Потому что пусть посмотрят, пусть увидят, пусть ощутят и почувствуют по-своему. Ну, и на мой взгляд, самое важное, наверное, это действительно то, что вот парад 7 ноября 1941 года, это Куйбышев. И Куйбышев, откуда пошли войска на фронт. Да. Москву защищать. И, соответственно, парад 45-го года, который с полным правом, мы можем здесь принимать. Конечно. Это точно. Да. Детей можно будет, вот на ваш взгляд, ну, скажем так, чему-то научить тех, кто еще совсем мал, тех, кто не знал еще вот об этой... С какого возраста вообще можно об этом рассказывать? Я думаю, что лет с пяти-шестью. С пяти-шестью. Ну, и в сказках даже. Героям в сказках появляется впервые. Он появляется в сказках. А в школе у нас уже третий-четвертый класс вводит курс истории Самарского края. То есть на самом деле с третьего класса это уже... Рассказы по истории. Они же тут сначала как рассказы, как героические события, отдельные яркие даты, события, герои, личности. А в школе-то про дедушек, бабушек они же пишут, рассказывают. Даже в детских садах сегодня у нас есть очень большие конкурсы, где они сейчас и нарисовали, или сделали какие-то композиции о своих героях войны, о своих дедушках, бабушках. Ну, про бабушках, конечно, про прабабушках. Поэтому это очень... Это 760 экспонатов только прислали ребята к Дням Победы, на различные конкурсы к памяти парада. Ну что ж, исходя из этого, можно быть точно уверенным, что память останется с нами. И, соответственно, мы будем помнить и 7 ноября, и 9 мая, и 24 июля. Июля, да. Спасибо за интересную содержательную беседу. К сожалению, время программы подошло к концу. И будем ждать парад 24 июня. Спасибо вам. В нашей студии были Галина Ефимовна Козловская, заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернанской думы, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор, и Александр Иванович Репенецкий, проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного, Самарского социально-педагогического университета, доктор исторических наук, профессор. Помните свою историю, и удачи вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok